добрый день здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала вышел сегодня в магазин за хлебом и курицей и там вот разговорился женщины продавщицы которые 60 лет все о том же о вечной теме насколько у нас люди зарабатывают сейчас это так упорно муссируется что зарплаты всем повысили кому всем где всем куда всем и вот она мне сказала что последние недели видит только одно что люди даже перестали мясо вообще брать вот вообще не берут мясо берут только курицу я вот взял три куриных голени аж на целых сто пятьдесят восемь рублей и примерно также и другие берут в таком живот объеме так где же эти все богачи то прячутся проклятые кому это все добавили зарплату вот сейчас на эти вопросы попытаюсь ответить так зарплаты в россии тема злая вот кстати запись на сайте нгс новосибирск за август прошлого года сотрудники скорой помощи заявили о массовом увольнении критическом сокращении бригад по словам сотрудников скорой в один из дней в августе новосибирске не вышло ни одной детской реанимации кадровый голод по их словам уже привел к печальным последствиям пациенты ждут помощи по 4 6 и даже 12 часов вот корреспондент нкс поговорила с несколькими людьми чтобы понять почему даже в коронавирус горожан спасали 100 бригад а сейчас всего-навсего их осталось 70 и число их может сократиться вообще до 50 ситуация в городе по словам медработников стало ухудшаться постепенно в течение года одна из главных причин отмена ковидных выплат это серьезно ударило по зарплатам работа на скорой всегда была связана с высокой нагрузкой рисками и ответственностью и стала оплачиваться на уровне двух прожиточных минимумов с января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 16 тысяч рублей при ковиде сотрудники скорой могли получать по 60 70 тысяч сейчас ставка около 30 тысяч при работе на полторы ставки можно получить 45 тысяч рублей вот так то есть пока был ковид им как-то еще платили а теперь это все урезали несколько ковид же кончился и они снова сели на все те же 30 40 тыров но я вот кстати по себе знаю когда умерла моя мать я разговаривал тоже с работниками скорой во первых они все оптимизированы у них нет грузчиков насильщиков и каждый раз когда вот так приезжает скорая вам надо искать соседей по подъезду и каких-то родственников которые понесут больного человека даже на этом экономят так о чем можно говорить так а если допустим пожилой человек вызвал скорую для своей матери там или отца или там для жены которые уже которому уже 60 лет он что будет таскать и никого это не волнует вообще не прикалывает даже вот приехала девчушка лет 17 там или две женщины приехали они вообще таскать не могут кто будет выносить больного никому абсолютно вот эта ситуация не волнует никого ну что пойдем далее а далее я вот расскажу что я очень долго сидел на форумах тех же учителей читал что они пишут и и всегда пишут они одно и то же что зарплаты у них нищенские нищенские и постоянно руководство играет в так называемые наперстки то ставки срежет то еще что-нибудь придумает и в итоге они всегда получать все те же 30 40 тыров даже работая на полторы две ставки а а ведь учителя и врачи это же миллионы людей и все они живут плохо за границей какой-нибудь учитель физики или математики имеет 2000 долларов живет если уж не припеваючи то на еде то уж точно не экономит вот и как я уже сказал сейчас много трескотни и бравурных заявлений местных чиновников о зарплате в 70 тысяч рублей которые кто-то где-то получает но во первых это так называемая средняя зарплата ложный термин который настоящие экономисты вообще не употребляют есть понятие медианная зарплата или наиболее распространенная в конкретной сфере труда сколько получают таксисты сколько получают нет работники сколько получают те же учителя вот там и считается это медианная зарплата а что такое средняя зарплата ну это как вот у вас если китайский градусник который все время показывает 37 градусов когда вы больны и когда вы давным давно уже выздоровели вот это есть называемая средняя зарплата почему это происходит причин несколько первая причина все зарплаты в стране начисляются от мрот который сейчас равен 19 тысячам рублей и в этот мрот не входит даже оплата услуг жкх если жить на этот мрот через два месяца вы просто с голоду подохните если говорить откровенно проводилось много экспериментов там какие-то тоже недалекие люди пытались прожить хотя бы месяц на эти деньги это невозможно вторая причина полный произвол на так называемом рынке труда или рынке рабов надо уже называть вещи своими именами экономист михаил деляги недавно сказал так рабы в древнем риме хотя бы имели бесплатное питание и одежду а теперь вы должны все это заработать и еще оплачивать коммунальные услуги тратиться на детей и платить ипотеку так еще неизвестно кто раб то больше мы или вот они а сколько сейчас на еду уходит вы и сами без меня прекрасно знаете это как минимум 2000 рублей в день если кушать ну не шикуя но хотя бы колбаску покупать и мясо ну конечно если брать только картошку и курицу на 1000 рублей можно протянуть в день до такс третья причина это наличие армии мигрантов которые до самого последнего времени сбивали уровень зарплат работая всегда за меньшие деньги теперь правда они массово уезжают прочь поскольку в любой момент могут оказаться в лапах хунты и отправиться туда сами знаете куда четвертая причина в стране нет профсоюзов интересы работников не защищает никто инспекция по труду это такая контора предназначенная для втирания очков ее деятельность не оказывает серьезного и вообще никакого влияния на трудовые отношения никакого но обратятся туда десяток рабов ой пардон работников и что пусть даже накажут десяток дятлов а что от этого изменится остальные то дятлы которых сотни тысяч они же ничего из этого не почерпнул вот и получается что нет никакого рынка труда уровень зарплат 15 лет не повышался и только последние полгода там не будут наблюдать какое-то движение дятлы стали добавлять аж по 7 по 6 тысяч рублей с ума сойти какие деньги то это после того как цены взлетели примерно в два раза спасут эти 5 7 тысяч вас я думаю что нет вот на оборонных заводах правда да там люди получают получают побольше но опять же читал я про эти заводы это вы будете работать 6 дней в неделю а иногда и вообще без выходных и тогда получите свои 60 70 тыров и кстати надо ли уточнять что это за заводы такие современный завод это не тот что был при ссср обычно это 23 цеха с количеством работников в 300 400 человек а то и меньше да и при всем том что допустив новосибирск новосибирске упорно вешают лапшу на уши и рассказывает о сотнях предприятий на сегодняшний день я вот не знаю даже десятка заводов я не знаю даже где они находятся на площади калинина их точно нет где раньше было 4 завода ничего там не осталось все бульон давно поросло ну если даже осталось 15 заводов как я вам сказал каждый по 400 человек помножьте это число что это такое на полутора миллионный город да это капля в море это вообще никак не повлияет на рынок этот ваш труда вообще никак на нем не отразится кстати недавно года три назад я вступил в полемику с одним сказочником на каком-то сайте уж не помню на яндекс дзене по моему вот сейчас я этим давно уже не занимаюсь но тогда короче как-то вступил в полемику и вот он мне выкатил список заводов которые якобы у нас на сибирске есть почитал я этот список и обомлел там указаны заводы которые закрылись еще в 90-х годах швейная фабрика ремточ станок завод труд их давным-давно уже не существует и однако же они упорно фигурируют в реестре дескать они все работают и там еще трудится сотни тысяч работников вот и все при делах и все при местах очковки рательства рассвело просто за последние годы местные чинуши постоянно рассказывают реновации реандустриализации прочие разные херрации а на деле лично я вот знаю только один единственный случай позвонил недавно одноклассник мой ровесник и рассказал радостную новость последнее время он работал в разнорабочем умеет он многое менять сантехнику проводку делать ремонт стен потолков и несмотря на это давно уже плюнул на это дело работал он как-то в одной бригаде до 2009 года как сейчас помню когда разразился первый так называемый кризис он сказал что после этого бригада вообще распалась заказов не было и сейчас происходит подобная ситуация дело в том что люди у нас нищие не каждый согласится приглашать бригаду и оплачивать 100 тысяч за ремонт а расценки тому или какие сейчас тем более и поэтому большинство людей ограничивается наклейкой обоев и покраской потолка по старинке водой эмульсионкой дешево и сервита так вот недавно он оказался на обгессе а всю жизнь как и я вот прожил в центре города и вот на обгессе внезапно обнаружил какой-то чудом сохранившийся недобитый заводик ну кроме как заводиком ты его не назовешь где используется процесс электролиза так называемый процесс напыления там золотом или серебром нанесение на какие-то там детали или пластины и вот только сейчас 54 года он стал получать 70 тыров но я кстати не уверен правда ли он не рассказывает он утверждает что у нее есть выходные и все у него кучеряло но только я то ведь знаю что у него больная жена ее чем-то кормить надо может быть и приврал может и вкалывает как говорится вообще от покоса до заката вот так смотрю на наши зарплаты заплаты и так называемый рынок труда спасибо всем кто дослушал до конца